Это доктор Грегор на кухне, где я беру науку и применяю ее на практике. Сегодня я собираюсь поделиться с вами своим новым, любимым десертом мороженым – матча. Матча – пудра зеленых листьев чая. Чем хорош зеленый чай? Его потребление связано с более низкими показателями сердечных приступов, инсультов и преждевременной смерти, доказанных в рандомизированных контролируемых испытаниях по предотвращению развития предраковой полипы толстой кишки и предраковых поражений предстательной железы от перехода в полномасштабный рак. И настолько антивирусный, что есть даже одобренная FDA мазь зеленого чая, используемая для уменьшения бородавок, вызванных вирусом ВИЧ. Вот почему в моем ежедневном контрольном списке дюжины этот один из самых здоровых напитков, помимо воды и чая гибискуса. Матча, вероятно, самый полезный способ пить зеленый чай. Так как вы пьете его как цельную пищу, тогда, как обычно, вы просто делаете экстракт зеленого чая, заливая его горячей водой и выбрасываете листья. Это равносильно кипячению зеленых овощей и выбрасыванию зелени, и питью оставшегося бульона. Только представьте, какую долю питательных веществ вы выбрасываете. То же самое и с чайными листьями. Матча позволяет вам пить чай целиком. Таким образом, вы получаете все питательные вещества, но также и все потенциальные загрязнители. Вы знаете, Китай поздно ввел запрет на этилированный бензин, приводящий к повышению среднего уровня свинца в почве китайских чайных плантаций. Растение впитывает свинец, но не стремится выщелачивать его в воду, когда вы завариваете обычный чай. Но если вы едите чай как матча, или если вы бросаете чайные листья в коктейль или что-то еще, я бы рекомендовал, чтобы ваш чай был выращен в Японии, а не в Китае. У меня есть видео о допустимой верхней суточной дозе для детей и беременных женщин, других взрослых, в зависимости от метода заваривания и страны происхождения. Итак, этот чай у меня из Японии, так что это не проблема. Проблема, однако, с любимым чаем матча. Это вкус. Матча имеет сильный травянистый земляной мшистый аромат. Поэтому я подумал, почему бы не добавить его в мороженое? Это как ложка сахара, которая помогает проглотить горькое лекарство. Конечно, традиционное мороженое имеет больше, чем просто ложку сахара, не говоря уже о насыщенных жирах. И молочные белки могут фактически мешать некоторым полезным, эффективным соединениям зеленого чая. Итак, как насчет приготовления здорового мороженого матча, состоящего полностью из цельной пищи? Точнее всего, из двух цельных продуктов. Возьмите два замороженных суперспелых банана, поместите их в кухонный комбайн или блендер вместе с половиной чайной ложки чая матча. И теперь еще чуть-чуть. Если вы можете выдержать его крепкий вкус. Давайте все это смешаем. Взбитые замороженные бананы дают эту прекрасную, богатую сливочную текстуру мороженого. Чем больше, чем спелее, тем лучше. Там обязательно должно быть много маленьких коричневых пятен. Посмотрите на этот красивый зеленый цвет. Хорошо, я собираюсь добавить немного мяты. Матча действительно делает вкус бананов как-то лучше. Итак, мы готовим всего из двух цельных растительных продуктов. Один темно-зеленый листовой придает десерту гурманный вкус. Чем больше вы едите, тем вы здоровее. Таким должны быть десерты. Итак, у меня есть беспристрастный тестер вкуса. Я бы хотел позвать сюда Исайю. Иди сюда. У меня для тебя есть зеленое мороженое, чтобы превратить тебя в Халка. Ты только попробуй это. И... Что ты думаешь? Ммм... Хорошо. Ах, ты просто так говоришь? Это действительно хорошо. Да. Хорошо? Прекрасно. Хорошо. Вот и получилось. Если вы хотите больше рецептов, подобных этому, включая некоторые из самых здоровых продуктов на планете, посмотрите мою новую поваренную книгу «Как не умереть». Я думаю, что в рецепте мороженого в книге также используется клубника, миндальное масло и ванильный экстракт вместо матча. Но вкусно в любом случае. И будет отличным подарком на Новый год. Все доходы, которые я получаю от продажи моих книг и выступлений, идут на благотворительные цели. Я просто хочу, чтобы вы были здоровее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!